Точку зрения о том, что в Советском Союзе образование было более доступным, поддерживают 58% людей пенсионного возраста и 45% молодежи. Только 3% респондентов назвали качество образования в российских вузах отличным, 30% оценили его как хорошее, 41% как посредственное и 20% как плохое или очень плохое. Вот такие данные представил ВЦИОМ. Обучение в вузах сегодня кажется менее доступным, чем в советские годы, однако состояние системы образования в целом в наши дни оценивают выше, чем четверть века назад. Поговорить об уровне образования мы пригласили Ольгу Виткову, депутата Архангельско-областного собрания депутатов. Ольга Константиновна, здравствуйте. Ну вот первый вопрос, вы посмотрели вот эти данные. Как, на ваш взгляд, в чем причина такого отношения к уровню образования у людей? Ну, прежде всего, наверное, если мы говорим о разнице в 25 лет, это причина появления платного образования, особенно образования высшего. И, конечно, люди оценивают, видимо, не столько позитивно возможности получения расширившегося высшего образования, сколько сам факт получения образования за деньги. Вот, наверное, по высшему образованию, скорее всего, именно так. Ну, а высокая оценка системы образования вообще, она, наверное, отражает те изменения, которые в системе образования в нашей стране происходят, особенно в последнее время. И это, наверное, оценка правильная и закономерная. А вот такой момент. А сейчас, на данный момент, образование, казалось бы, бесплатное, гарантированное Конституцией. А вот за учебники порой надо платить за отдельные какие-то предметы. Тоже нужно платить. Ну, вот, к сожалению, конкретные факты, наверное, мне неизвестны. И, по крайней мере, таких обращений к нам в комитет не поступало. Я хочу подчеркнуть, что Архангельская область впереди многих субъектов по обеспечению образовательного процесса в школах именно учебниками. Ежегодно в рамках субвенции мы выделяем на это серьезные средства. И 25% учебного фонда образовательной организации, то есть школы, ежегодно заменяется. Приобретаются и новые учебники. И докупаются учебники, которые по разным причинам выходят из оборота. Поэтому, по факту, конечно, приобретения учебников родителей, может быть, это какие-то дополнительные методические материалы по рекомендации учителей-предметников. Или по факту дополнительного получения платного каких-то образовательных услуг. Думаю, что это... Все-таки это исключено, да? Думаю, в нашей области таких фактов нет. Вот сейчас, конечно, не самое простое время и для образования в том числе. Все ли обязательства в отношении финансирования образования будут выполнены? Не будут ли сокращения впереди какие-то ожидаться? В целом, финансирование отрасли на 2016 год заложено в объемах не ниже, чем в прошлом 2015-м. По ключевым позициям. Незначительные снижения по ряду целевых статей есть. Но, например, это статья как раз по приобретению учебников и учебных расходов. Мы прекрасно понимаем, что возможности регионального бюджета при формировании были ограничены. Доходной частью. И в течение года, в период исполнения бюджета, мы обязательно будем возвращаться. И на эти цели, если средства потребуются, будем дополнительно выделять. И даже при принятии бюджета во втором чтении, часть средств на эти цели поправками уже были. Выделены именно на приобретение учебников. Кроме того, дополнительные средства выделены на обеспечение питанием детей, обучающихся по программам начального профессионального образования в наших техникумах. Это тоже серьезные суммы, порядка 60 миллионов рублей. Статьи защищенные, то есть заработная плата, просчитаны в бюджете с ростом к уровню прошлого года. И мы понимаем, что указы президента в нашей области выполнялись и выполняться будут. Ну вот и продолжается ему финансирование. А задержек зарплат педагогам не предвидится? Я надеюсь, что этого не произойдет. Ну, я напомню, что мы сегодня говорим о доступности образования на разных уровнях. И начнем с высшей. И послушаем мнение доктора исторических наук, профессора Андрея Викторовича Репневского. Здесь скорее же становится все менее и менее доступно. Если у нас для того, чтобы подготовить учителя, педагога, нужно выплатить где-то 1080 за год, то это очень много. Я вот только сейчас узнал, что, например, даже культура перекрыта, не только образование, а это часть образования, культура. Количество бесчетных мест, ну, в районе 13-15, примерно так и держатся. В целом на гуманитарной рынке сокращается. Очень мало мест федеральных выделяют, государственных, а остальные платные. И получается, что мы работаем в холостую. В свое время ведь у нас на Золочном было 100 человек только на исторический факультет и 50 на дневное. А сейчас, дай бог, 13-15 мест на историков. Государство выделяет. Перейдем к среднему профессиональному образованию. Не сокращены ли бюджетные места в Архангельском техникуме водных магистралей имени Орешкова? Поинтересуемся у Вячеслава Анатольевича Козлова. Среднепрофессиональное образование, оно на данный момент является одной из самых доступных. Ребята абсолютно разного уровня подготовки имеют абсолютные возможности для того, чтобы получить среднепрофессиональное образование. Дополнительные средства требуются. Все, что дается под госзадание, ребятам полностью выдаются. Ну вот, как вы услышали, с профтехом у нас все благополучно обстоят дела. Получай, как говорится, образование не хочу, а вот специалистов все равно не хватает. Ольга Константиновна, как вы считаете, тоже, конечно, о доступности речи не идет, а почему не идут? Ну вот, мое глубокое личное убеждение, когда с середины 90-х до середины 2000-х у нас был такой пик интереса, прежде всего, родительского, к высшему образованию, когда сформировалось какое-то устойчивое мнение, что каждый ребенок должен получить высшее образование. И мы тогда научили очень много специалистов, которые сейчас не востребованы. Наверное, вот это еще последствия того периода, когда нет понимания, что профессию, которую получит ребенок, получив образование, среднее специальное или высшее, должна, в принципе, кормить его всю жизнь. Он должен любить эту работу. И, наверное, вот отсюда у нас такое не совсем понимание важности получения среднего специального образования. Хотя, мне кажется, ситуация меняется, и сейчас очень активно работодатели ведут агитационную работу. И понимание того, что рабочие профессии, профессии среднего профессионального образования могут быть успешными люди, получившие их, наверное, оно возвращается. Ну, стереотеп какой-то сказывается, да, наверное, о высшем образовании. Необходимо получить высшее образование. Поэтому у нас очень много специалистов. Да, совершенно правильно, вот стереотип. Вот еще об одном уровне образования хотелось бы поговорить, дополнительном. Удивляем ли мы внимание дополнительному образованию? Оно ведь тоже становится платным порой. В конце 2014 года появилась федеральная концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации. И в рамках ее реализации, и в нашей области тоже проводится, я считаю, что большая системная работа. В октябре прошлого года мы проводили круглый стол в Комитете по образованию и науке, как раз посвященный реализации концепции в Архангельской области. Из представленных материалов и органами исполнительной власти, министерством и органами местного самоуправления работа действительно большая, работа ведется. Насчет платности, вот, наверное, это тоже какой-то, может быть, стереотип или миф, или наше желание найти что-то поинтереснее. Ну, понимаете, вот, что такое платное дополнительное образование? Вот у нас есть областное учреждение, дворец детского и юношеского творчества. В нем все кружки для детей школьного возраста абсолютно бесплатные. Все по всем направлениям. Платные услуги, у них это записано в уставе, оказывается только детям-дошкольникам, потому что, ну, не совсем соответствует профилю учреждения, во-первых. Во-вторых, там более такой узкий подход к малышам, с ними работают логопеды, специально занимаются с ними оздоровительной физкультурой. И вот эти услуги, да, платные. Для всех остальных, ребят, кружки абсолютно бесплатные. Но мы говорим о том, что может приниматься за платность. Это когда вводятся какие-то родительские взносы благотворительные. Все они вводятся на принципах добровольности. Все родительские взносы обсуждаются, вот я опять-таки про дворец детского и юношеского творчества, на родительских собраниях. Родители получают полную информацию. Но вот скажите мне, как родитель, если ваш ребенок профессионально занимается, например, танцами, вы хотите, чтобы ребенок профессионально рос, чтобы он выезжал на соревнования, участвовал в конкурсах, соответственно, ему нужно проезд, да, организовать проезд к этим соревнованиям. Пусть это будет в Москве или в Краснодаре, да, нам хочется, чтобы еще и к морю дети съездили в это время. Нужно шить костюмы. И понятно, что за бюджетный счет все эти условия соблюсти, но пока не получается. Хотелось бы. Но ведь это и в советское время так было. Я занималась в обычном школьном танцевальном кружке. И костюмы мы всегда себе шили сами. И родители нам давали там 2 или 3 рубля на покупку ткани. И занимались мы пошивом костюмов. Мне кажется, в доп. образовании несколько другой аспект важен, который вот сочетается с аспектом платности. То, что, например, у нас в муниципальных районах, в районах, там, где реализуется программа доп. образования, а у нас в каждом районе есть учреждения муниципальные, либо это в структуре школ, такие услуги оказываются. Не хватает специалистов, профессионально могущих оказывать вот эти услуги. Не хватает специалистов по танцам, по гимнастике. Лучшая ситуация вот со спортивными тренерами. И там, наверное, родители были бы готовы платить, чтобы иметь возможность получить эту услугу для своего ребенка. Поэтому вот аспект платности, он тоже как и любая медаль. Интересно услышать. Я хочу сказать нашим зрителям, что мы еще затронем тему дополнительного образования. Ольга Константиновна, и чтобы так подытожить наш с вами разговор, как вы сами оцениваете образование, доступность образования в России на данный момент? Оно доступное? Вот если мы вот так по пунктам с вами разложили. Я считаю, да. Образование у нас и дошкольное, и школьное, и, в принципе, послешкольное, средне-специальное, или возовское, оно доступное. И зависит от тех усилий, которые приложит ребенок, от того, как будут направлять этот процесс родители, прежде всего. Ольга Константиновна, я благодарю за то, что вы пришли к нам в студию. Благодарю за ваши комментарии. Спасибо. И напомню, что у нас в студии была депутат областного собрания депутатов Ольга Виткова. Ольга Виткова.